Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука, 16 июля. Вот сейчас середина июля, как раз то время, когда уже мы можем рассортировать какие-то вот эти скороспелые ранние, уже я на заготовки на различные, вот у меня банки стоят, каждый день что-нибудь делаю. А вот такие, как сахарный бизон, например, я выбираю для салатов. Сейчас будет дегустация сахарного бизона, но хочу отдельно сказать и про малиновую ляну. Я вот говорила о ней не так давно. Вот эти томаты, если у кого-то нет возможности в открытом грунте, например, нет теплицы, нет возможности в открытом грунте вырастить вот такие мясистые, крупноплодные, вот эти томаты, они вполне могут вам заменить. Вот, например, вот эта ляна, те томаты мясистые, сахаристые, у них хорошая начинка, все, но я их сейчас на мыло выставила, буду делать запеченные томаты из них. А сегодня главный герой у нас сахарный бизон, номер 57. Это вот тот сорт, который уже проверенный, который много лет в моем огороде, который мне очень-очень-очень нравится. Во-первых, кто его выращивал, все говорят, что у него плоды отличаются вот вкусом, он несистый, вкусный, сахаристый. Сейчас мы будем его всяко-разно проверять и на разлом, и на разрез. Посмотрите, какая мякоть сахаристая. Вот это салатный такой сорт. Ну, конечно, это индетерминантный сорт. Он потребует от вас полного комплекса ухода, то есть и подвязка, и посынкование. Но зато вы получите вот такие ярко-красные, а когда они в полной зрелости, почти малиновые плоды, видите, какие прям яркие-яркие, которые, разрезав салат, вы увидите... Сейчас мы увидим, что вы увидите. Вы увидите прекрасную мякоть вот такую. Он многокамерный, это значит, что это уже не простой томат. Обычно трехкамерные, четырехкамерные у них вкус попроще, а эти вот такие. Это сахарный бизон. Отличительная особенность, это у него картофельный лист. Очень красивые плоды. Они прям светятся вот сейчас в огороде. И что немаловажно, это сортовой томат. С него можно собрать семена и высаживать много-много лет. Плоды плоскоокруглые, как вот такая классическая форма, обычный томат. Плоскоокруглый. Вот тут какая-то шрамчик. 200-300. В зависимости от кистей. На первых кистях, вот этот я разрезала, вообще очень огромный. Он может быть до 500-600 грамм. Но это, конечно, зависит от сезона. Это зависит от лета. Это зависит от многих факторов. Я не нормирую кисти. Лишние цветочки не обрываю. И у меня они получаются стандартные. 300-400-200 грамм. Вот сейчас уже пошли 200 граммовки. На первых кистях были больше. Вот это сахарный бизон. Что немаловажно, вызревает в открытом грунте у нас в Сибирском регионе. Без всяких теплиц. Прекрасный сорт. Вот я сейчас же много иностранцев вот этих дегустирую. Он вполне может конкурировать вот с этими зарубежными сортами. Забыла самое главное сделать. Отъесть кусочек помидора. Как раз пока камера не работала, я немножко поела. Очень вкусный. Томат мечта. Прям это... Да. С иностранцами конкурировать он может. Не кислый. Мясистый. Такой приятный, сладковатый вкус. Прям томатный такой, сладковатый вкус. Не совсем, не десертный, нет. Но очень вкусен. Маленько лучку растительного масла. Прекрасный салатный сорт. Вот номер 157 в каталоге. Это сахарный бизон. С выращиванием проблем нет. Растет в наших вот регионах. С проблемным климатом. Так вот у нас теперь... Я не говорю про этот год. У нас этот год был удачный. Но я уже до этого много лет его выращивала. В любое лето он вам даст урожай. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.